приветствую вас всех ребята в новом дне с вами как всегда илья так что подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии также еще подписывайтесь на группу facebook instagram телеграме есть группа телеграме у меня самые свежие актуальная информация так сказать инсайды оттуда можно узнать когда будет серии буду выкладывать различные кружочки новые сообщения и так далее так что буду ждать ваших подписок вот стою короче уже на загрузке сегодня у нас 19 апреля загрузками происходит на hansa logistic загрузка у меня на amazon крайков на этот самый круче на amazon пользу вот смотрите у меня вот такой вид открывается на мост солидарности нахожусь а сейчас в дуйсбурге где делу паузу сегодня уже среда до меня в субботу загрузили макаронами короче там ну перегрузили с одного прицепа в другой понедельник 6 часов утра разгружался в скорби межи где-то 150 километров от собственно говоря от моей базы не 150 100 километров разгрузился в том скорби межи и проехал где-то 150 километров туда севернее там загрузился на германию мне была одна выгрузка в германии тут тут же в дуйсбурге загрузился там автозапчасти там были у меня радиаторы понедельник 100 разгрузился где-то до границы доехал там четыре часа проехал вторник был уже на выгрузке около шести вечера там и разгрузился и приехал переночевал в дуйсбурге здесь недалеко пока грузит наслаждаясь видами по плану у меня сейчас загрузиться что-то не сообразил с утра сейчас это вчера как-то парковался короче особо не смотрел по сторонам припарковался и даже не заметил собственно был недалеко магазин короче а я же собираюсь концу недели вот я вот сейчас еду и на польшу нет получается обратка короче это будет наверное последний рейс туда там может еще по месту где-то в польше будет что-то может и не будет скорее всего что будет вот и и я поеду в отпуск на две недели где-то в германии я уже не буду и мне надо закупиться как говорится там по мелочам уже домой надо зайти в магазин то где-то на трассе искать примерно конечно знаете есть ну зачем если тут он выехать это 500 метров проехать грубо говоря есть алди блин так что такие дела будем дальше короче стоять грузится вот такой у меня груз короче кухонная утварь я вижу какие-то то ли духовка или микроволка микроволнов когда микроволновки вытяжки что-то такое короче там еще что-то спереди непонятно короче 30 полет все короче загрузился я уже на этой логистики собственно говоря зашел магазин магазине как всегда нифига не оказалось не рекомендую не рекомендую aldi как магазин в принципе для закупок потому что там ни хрена нет ни еды ни конфет ни кофе ни хрена там нет в магазине вот так что такой себе магазин для того чтобы там закупаться как говорится какой склад блин такой магазин хрен знает было бы неплохо найти какой-нибудь кауфланд там хоть реально что-то купить нормально тоже как получится короче вряд ли уже зайду магазин в польше закупаться говорят что в польше например кофе он ну отвечается по вкусу германию будет вкуснее говорят что-то меня даже это удивило чтобы в aldi принципе никогда не думал закупаться кофе там зачем таким вот хотел купить одну-две пачки кофе блин тебе на отпуск чтобы как говорится так ехать мне 830 километров до разгрузки получается я сегодня проеду 9 часов и завтра уже будут доезжать где-то часа 34 понадобится надоест сегодня было бы неплохо доехать до дрездена но я чё-то сомневаюсь что с этим и вот пока с этой вот фигни все повыезжаешь в принципе реально но посмотрим как будет и в принципе от дрездена сюда можно доехать без паузы непонятно почему стоим скорее всего что из-за того что очень много машин а тут горка и некоторые не могут забраться на эту горку тормозят тормозят и вот все торможение привозят в затору короче а там еще и ремонт понятно все таки пробка из-за того что там ремонт бмв какой-то тестирует что-то бмв типа написано что какая-то запись видео идет да как я и говорил короче ремонт убирают дорогу короче до этого зато интересно я бмв я такой еще не видел хотя может и видел решетку не специфичная какая-то запись идет там стрель этот qr-код видно можно узнать что за фигня происходит мне куда-то да мне сюда надо а блин там перед перекрыто тоже нормально что-то можно было прямо поехать аузен горфмонт блин надо было прямо я прямо поедена потому что я сейчас по 42 там тоже будет куча пробок короче я там застряну надолго лучше уже сейчас на сейчас на двойку выйдут вот это уже собственно говоря сейчас будет я так понимаю второй автобан да вот за поворотом там потому что там по 42 автобаны там получается надо перепроехать там куча перекрестков дурных развязок которые тормозят постоянно короче там пробки блять не постоянно короче а потом все равно надо будет там тоже развязка такая там соединяется 42 по моему 45 автобанов то мне надо будет две развязки преодолеть на которых постоянно пробки там ну потому что там всех ведут туда навигаторы я не знаю может там на километр какой короче и туда все едут там перестраиваются на второй автобан тут наверно немного дальше получается вот вот и тут получается развязка тут 3 автобанов уходит но на съезд короче блин 2 автобан продолжает основу то есть про плавно перетекает из 3 во второй блин а 3 типа уходит правого ну и собственно говоря идет уже вот заново и отсчет по моему километра за наверное после этого знака после развязки начинается да тут 66 километр но я могла ошибаться но обычно так происходит туда дорога начинается обычно начало километража ну да вот 473 километр да вот 473 километр получается получается это считаю так это бы это бы это конец получается 2 автобана а начало у него в этом самом ну возле берлина по моему он от 10 автобана ответ ответвляется или да потому что ну за берлина вместе продолжить там получается он во второй автобан втыкается в этот самый 10 автобан а 10 автобан переходит там по моему в 12 который идет на 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 варшаву он идет до границы на границе он превращается в а2 по моему там идет да по моему там а2 идет до этого блин до варшавы а 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 наступил уже следующий день уже 20 апреля я я разгрузился уже на том амазоне там не совсем амазон там скорее всего что амазон арендует склад что-то такое на другой логистики или логистика какая-нибудь дочерная компания от амазона а я вчера ехал я думал что у меня ну 20 числа то есть на следующий день выгрузка то я летел чтоб успеть блин а потом уже когда я стал на паузу ну вечером увидел свой 21 числа ну то есть зря короче торопился я с утра выехал как планировал вот приехал и меня там разгрузили короче разгрузился где-то в одиннадцать ну плюс там еще подождал пока мне придет загрузка пришла мне уже и загрузка и я еду грузиться осталось 13 километров до загрузки до двух часов вроде как грузят а сейчас уже 13.04 нахожусь я недалеко от Вроцлава здесь километров 30 от Вроцлава наверное будет вот а выгрузка у меня будет вниз по пути на базу грузить меня будут этими это колесные пары наверное называются хер знает как ну имеется ввиду ось от поезда короче с колесами не знаю правильно называется вот если знаешь пиши в комментариях там конечно геморроя будет сейчас с ремнями со всей фигней если получится то сниму что-нибудь вот я надеюсь что это уже будет последний рейс выгрузка завтра с утра пока доеду но я не думаю что мне уже буду чем-то грузить в пятницу хотя как бы нашу логистику не предугадаешь хотелось бы чтобы ничего не было потому что надо и машину прибрать так как я уже в отпуск уезжаю то мне надо машину оставить в чистоте как бы поэтому надо время чтоб еще было время пробежаться по магазинам и и и и Продолжение следует... 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 Потому что смысла от него ноль, блядь. Я все правильно ехал, блядь, по своей навигации. Ну, как понять, где правильно, а где нет, блядь. Вот, тут у нас путя. Вопрос, где здесь ихняя эта фигня, которая обслуживает все эти поезда и прочее. Скорее всего, что там я и буду дружиться. Поеду, вон там промка какая-то. Посмотрим сейчас. Самое хреновое, чтобы тут, ну, в принципе, утром загружить и сегодня не загружить. Что я переживаю об этом? Надо всего лишь загуглить. PCC Intermodel. Фирма называется. Так, в этом приложении можно что-нибудь выделять? А зачем, блядь, правильно? Что вот это такое здесь? Паркинг ТЕХНО... Ага. PCC Intermodel. Да. Тут у нас паркинг ТИР. Паркинг ТЕХНО... Окей. Ну, я чувствую, что эта штука, эта контора, она не такая маленькая. Получается, надо где-то тут, наверное, припарковаться. Паркинг ТЕХНО... И-и-и-и-и-и... Рецепция. Паркинг ТЕХНО... Паркинг ТЕХНО... И-и-и-и-и-и... Тwan гранats... Вот въятирусцов посещаем... На въезд... А, то есть мне нужно разрешение на въезд, типа, да? Можно... Понятно, что то есть это интересное место, тк. короче будем разбираться все загрузился вот таким вот грузу наконец-то я выехал с этой так сказать и загрузки это это было нечто короче знаю что то меня работа по польше вообще не вдохновляет короче я приехал туда ну как было видно прежде всего могу это уточнить события то что я там заехал по своему у нас есть на фирме такого приложения где нам на работу присылают короче куда ехать там адрес там номера всяким короче информация загрузках разгрузка там там есть такая функция как открыть карту и прямо показывается куда ехать типа ну там на google maps или везет этой вот приложению там зависимости чего угодно какое есть приложение такое включить короче я заехал там куда-то в центр города там кроме какая-то школа была он дети идут со школы домой а я ищу там загрузку короче вот потом я короче нашел тут ну все-таки там есть еще адрес был написан там приложение забил тот адрес хотя там того адреса не было там был четыре а мне надо был 6 вот я поехал по этому адресу короче вот ну а там это вся территория получается одна фирма я не знаю пцц групп типа и в ней там много всяких контор получается ну я этого не знал короче вот ну смотрю парковка для грузовиков ну как обычно все одну типа я не смог просто адрес найти этот вот хотя я забивал и в том и в том приложении короче меня сюда привело но я полной уверенностью был короче что у меня там загрузка короче захожу им не надо ничего не номер ничего не просто спрашиваю типа типа первый раз сюда блин ну я такой да типа они так всех спрашивают если ты короче первый раз а там получается какой-то химический завод вот и ты короче проходишь инструктаж то есть там такой типа монитор вот и там есть выбор языков вот и собственно есть 5 15-минутная лекция и ты 15 минут втыкаешь в эту историю короче что там написано ну то не тоже написано там показывается видеоролик короче ну я ж не знал что там еще надо будет на вопросы отвечать но я так слушал как это как бы не сильно не вдаваясь подробности блин ну так целом все понятно было там было на поиском языке на польском языке и слушал вот и потом конце оказалось что надо еще и отвечать на вопросы 5 6 или 7 вопросов что-то такое короче в районе этого там нет полу точного количества вопросов и кажется вообще рандомное количество вопросов после этого лекции этой короче вот я короче не сдал что делать надо сдавать еще раз короче сдаю еще раз блин это самое вот уже начал это перекрыть включил на русский язык ну чтобы я ж не знаю в чем я ошибся мне что мне сказали в конце почему это ошибся ну это примерно как сдавать компьютер гаи там тоже такие наводящие вопросы короче и ответы такие же короче я короче это самое на русский язык теперь переключаю и давай в это все вдумчиво смотреть а там же еще пишут номер короче этого там есть секторная служба местная вот там тебе вам ну типа да и предлагается номер по которым нужно звонить случае там каких-то аварий там или еще что-нибудь короче ну в случае какого-то происшествия на заводе вот я уже нас настороженностью думаю записывайте этот номер не буду потому что это ну как бы такое на один раз это мне этот номер и нафиг не нужен короче это такое блин я это самое дальше пролистал короче запомнил номер только так частично это думаю мало ли короче давай сразу первый вопрос номер телефона и там варианты хорошо что я запомнил несколько там последних цифр короче ответил короче а там рядом со мной поляк это сдавал короче второй раз там пересдавал и не тоже не сдавали короче это гений являет я считаю херни не видел и дело в том что там вопросы они ну не одинаковые ну а рандомные то есть там я не знаю сколько там базе у них этих вопросов пусть и том то что они родом рандомно при каждой издаче предлагаются эти вопросы я короче эти вопросы тупо листаю вот я короче сдал что-то тут дорога такая адская короче и походу час пик короче прикол такой шипец я не знаю чего они там у них на это заводе случается но они это нереально короче да веселая задача там просто-напросто это хоть что-то сдать блин ну самый прикол блять самый прикол шо блять это не суть блять это все хуйни блять по-настоящему в так сбился на чем этом а вот ну короче там было сколько эти где-то 3 наверное я не смотрел точно три монитора этих вот можно сдавать вот и люди там короче сдают эти вот тесты блин короче я стою сколько я стоял столько и все стояли еще там со мной один коллега тоже еще раз сдавала диктам прочее полчаса там сдавал этот экзамен ну понимать как это происходило вот спустя полчаса короче я сдал вот этот со второго раза я сдал и мне это самое но я уже довольны думаю в ли наконец-то я так не радовался когда на права сдавал как экзамену короче и короче иду подхожу к этим мадемуазелям там и они мне говорят что типа мол это самое для регистрации нужен ну типа удостоверение личности там документ подтверждающий личность и и этот самый и фига он поехал там на своем скутере или мотоцикле и короче горит удостоверение личности надо и еще плюс к этому всему тех паспорте подобно регистрационный на машину на тягач и на прицеп надо вот я короче ладно думаю пошел короче взял это самые документы прихожу она такая на меня ты типа это смотрит на мы на мой этот вот но удостоверение говорит тебя типа нету ну ты типа не зарегистрирован там я так выберу вот у меня есть номера эти самые загрузки вот и короче горит приноси ну я принес она все вот как тебя нет и здесь это и говорит ты типа беларус типа тебе тебе типа ты беларусь и это я говорю это проблема на горит до типа надо это самое типа спрашивать у начальства там это самое спрашивать у начальства насчет того чтоб типа тебя это пропустить ну то есть если ты я не знаю я точно не знаю то ли это проблема с тоже я беларусь или проблема в том что я иностранец принципе блин я этого не совсем понял короче у меня это как бы не понравилось как это работает так что вот такие его дела и короче самый приколок в том оказался что мне не туда ну я начал писать это звонить своему логисту вот он говорит мне сказали что там нет нет никакой этой регистрации там ничего не нужно от этого типа мол вот я уже с этого момента он горит и вообще говорит типа не зато а меня уже нервы короче это письмо я все нервы короче там выкинул на этой конторе у меня с утра такое хорошее настроение было я разгрузился вот это вот этой фирме то есть амазону связано я там ходил улыбался просто было настроение сюда ехал было настроение хватило это полчаса и и и и писец короче для я не знаю вот для чего вот люди что люди хотят этим добиться вот я туда приехал блин там паркинг весь забит я не знаю они там чувствую там живут все я хрен знает вот целая куча машин нигде нету припарковаться я воткнулся прямо на дороге на заехал на бордюр короче встал с матом перематом короче там развернулся у них прямо ворот хотел прямо ворот встать но подумал блять что все равно выгоняться смысла нет вот там припарковался пошел вот эта херня все заниматься и в итоге оказалось чем не туда ну я пережил всю вот эту вот регистрацию я там сдал экзамен это 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 что-то имеет такая фигня первый раз такие вот дела короче когда я понял что мне не туда когда мне уже сказали что ты типа не сюда приехал короче я не знаю там было написано просто главные ворота типа вот это ну пцц грунт типа фирма я думаю полет ну значит тут въезд я хрен знает как это разобрать дать короче начал уже открыл google maps там разглядывал все эти достопримечательности местные нашел короче там же д дорогу смотрю там одних отдельные ворота короче короче не знает блин когда тебе такое вот дают и ты занимаешься тебя поисковая бляха это работа какая-то блин как будто ты на карте ищешь аномальные зоны они чтобы загрузиться там поехал туда короче заехал на те ворота там там короче никакой до регистрации не было только там правило типа там такой листок дали чтобы я подписал типа с внутренними там правилами что я соглашаюсь с тем то что там соблюдать правила дорожное движение там всякие эти вот то что надо ездить там на аварийке с этими самыми с ближним светом пар и так далее там что-то это особо не вдавался подробностями одного экзамена хватило заехал там закидали скуптом 10 колесных пар это по моему называется от поезда вагонных пока сидел разбирался со всей этой фигней то успел написать и комментарий и позаботился о том чтобы люди знали что там и как ну потом пролистал еще комментарии понял что не я один такой короче веселая херня они контора да и теперь осталось только выстоять все пробки еще разок испытать все свои нервы на прочность она еще не забывать что я выехал там когда-то еще ради тахограф нафиг не посылает дом можно ехать я по идее должно хватит до туда до ехать куда я хочу там где-то километров 60 наверно мне надо проехать до платной парковки там припаркуюсь постою за счет фермы да конечно байкеры тут летают не удивительно что крест и стоят на каждом углу а а а и а и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!